Коралловые рейфы Египта вновь оказались под угрозой исчезновения. На сей раз над морской флорой нависла опасность из-за браконьеров. На воду выходят десятки траулеров, которые забрасывают сети и тем самым повреждают как сами рейфы, так и нарушают экологический баланс в море. Смогут ли египтяне сохранить одно из своих главных природных богатств, пытался выяснить Дмитрий Лукша. Ровно год назад египетские экологи озвучили неутешительный прогноз. Коралловые рейфы Красного моря окончательно исчезнут к 2070 году. Причина – резкое потепление на планете. Однако никто не мог подумать, что приговор местным красотам начнут приводить в исполнение сами египтяне. Достигнуть морского и морального дна решили браконьеры. Во время пандемии они усилили свои вылазки на воду и, по данным полиции, начали забрасывать в десятки раз больше сетей. По мнению преступников, на карантине спрос на живую рыбу существенно возрос, равно как и цена на нее. Однако в погоне за деликатесом злоумышленники оставляют за собой поистине черный след. В сетях гибнут десятки дельфинов, акул, черепах и осьминогов. А сами расставленные селки безвозвратно разрушают так называемые рифовые колонии. Это уже не рыболовная сеть, а настоящая паутина. Они простираются на десятки километров вдоль коралловых рифов в пределах заповедника Северных островов. Этот архипелаг охраняется законом более 30 лет, запрещающим любые действия, наносящие вред окружающей среде и дикой природе. Раньше даже у браконьеров была какая-то этика. Лишь в единичных случаях они осмеливались заплывать в заповедник. Но в этом году все дно укутано сетями. Существенные повреждения коралловых рифов замечены в районах Аль-Фанус и Аль-Арак на севере Хургады. И в морской полиции заявили, что ежедневно им приходится снимать минимум 3 километра сетей. Однако наутро селки появляются снова. Пока правоохранители не могут сказать, кто стоит за столь массовой атакой на флору и фауну. Под контроль взяты все местные заведения, специализирующиеся на покупке рыбы. Незаконный отлов рыбы растет из-за того, что морские патрули не могут охватить определенные районы из-за стечения срока действия, навигационных лицензий и отказа управления морской инспекцией выдать новое. То есть обычная бюрократия сейчас развязала руки браконьерам. Даже один день такого положения губителен для природы. А у нас это тянется уже почти год. Местные исследователи предполагают, что кораллы могут не дожить даже до 2025 года. К тому времени они начнут полностью терять связь со своими симбиотическими водорослями, которыми, по сути, и питаются. Таким образом, уже в ближайшие годы Красное море Египта может лишиться одной из своих главных достопримечательностей, привлекавшей ранее в том числе туристов со всего мира. Активисты уже призвали власти увеличить количество морских патрулей, чтобы помочь обуздать растущую угрозу перелова рыбы, а также предотвратить любые незаконные нарушения и обеспечить соблюдение закона об окружающей среде. Дмитрий Лукша, Светлана Брахмит и Амар Мурат, Хабар 24, Египет.